С 3 августа к работе вернутся МФЦ, а центры занятости возобновят личный прием по предварительной записи. Конечно, с соблюдением масочного режима. Решение приняли, исходя из текущей ситуации. Это результат дисциплинированного поведения курян и серьезного отношения к этой очень сложной проблеме. Если бы мы так себя не вели, то мы столкнулись бы с серьезными проблемами. Надеюсь, так дальше и будет и впредь. С 25 июля в регионе возобновляются спортивные соревнования на открытом воздухе численностью до 100 человек. Также Роспотребнадзор поддержал проведение полумарафона «Забег РФ». Он пройдет 2 августа с соблюдением требований главного санитарного врача страны. От спорта к красоте. С 3 августа к работе вернутся спа-салоны, солярии и массажные кабинеты. А вот открытие бани-саун вызвало живую дискуссию среди участников оперштаба. Не могли определиться с понятиями. Все-таки я прошу, может быть, каким-то образом отдифференцировать те банные учреждения, которые занимаются именно услугами для соблюдения гигиены жителями, от учреждений, которые больше развлекательный характер носят. Олег Викторович, я стесняюсь спросить, что вы имеете в виду? Что это за баня, где развлекательные услуги? Вячеслав Юрьевич, вы понимаете, как это мы сможем дифференцировать? Баню, а не бани. Честно, не вижу сейчас понимания, как мы могли бы это сделать. Я единственное, что добавлю, сауны мы не предлагаем открывать сейчас. Мы говорим только о банях. Какие вы сложные-то, коллеги. Ничего себе. Вот как? То есть, если человек, если компания решила попариться в бане и заодно получился день рождения там у кого-то, то это нельзя. А если пришли с вениками без дня рождения, то можно. Глава региона предложил обсудить этот вопрос с юристами уже за рамками оперштаба. Решение по баням и саунам станет известно позже. Ирина Громова, События дня.